МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости понедельника, 1 февраля, в программе «Наше время» в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте. Карантин в школах Оренбуржья продлили до конца недели. Занятия отменены до 7 февраля. Такое решение сегодня принял губернатор Юрий Берг в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. В области по-прежнему зафиксирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Данная мера, считают специалисты, хоть и вынужденная, но своевременная, потому как результат есть, болезнь среди школьников распространяется меньше. Для того, чтобы не было распространения заболеваемости и дальше, детям лучше посидеть дома. Тем более, что вирус, который сегодня распространяется, протекает достаточно тяжело, с большим количеством осложнений и на первом месте здоровье детей. Пока непонятна ситуация с каникулами у первоклашек, которые должны быть в начале февраля. Будут ли они отменены из-за того, что совпали с карантином, до сих пор неизвестно. В региональном министерстве образования сейчас думают над этим вопросом. Мы пообещали озвучить решение в ближайшее время. Кроме того, на сайте правительства региона появилась информация, что празднование дня родной школы переносится. Вечер встреч выпускников пройдет не 6, а 21 февраля. Причина все та же – высокая заболеваемость гриппом. К слову, погода на этой неделе будет благоприятной для распространения вируса. По данным синоптика, в ближайшие дни будет тепло и сыро. Первые 4 дня февраля окажутся непростыми. Европейскую часть России, в том числе и Оренбуржья, накрыл мощнейший циклон с Атлантики. Он принес теплый и влажный воздух. К тому область ожидают все погодные прелести – порывистый ветер, туман, мокрый снег и даже дождь. Будет пасмурно. В большинстве районов будут отмечаться осадки, смешанные фазы, налипание мокрого снега, метели, гололеды, туманы. То есть все явления, которые связаны с теплым воздухом. И температурный фон будет примерно одинаковый на протяжении вот этих 4 дней. 0,5 ночью и местами до минус 10. И днем от слабо положительных до слабо отрицательных. Где-то плюс 2, минус 3, плюс 1, минус 4. Вот так. К концу недели немного похолодает, но по прогнозам февраль будет аномально теплым. Температура будет выше нормы на почти полтора градуса. Вымогали взятку, а получили тюремный срок. Сегодня в Ленинском районном суде Оренбурга огласили приговор бывшему руководителю госучреждения жилищного, коммунального и социального строительства Асхату Зиганшину и его заместителю Константину Жданову. Экс-чиновников обвиняют в вымогательстве с оренбургских строителей, так называемых откатов, за то, чтобы госслужащие приняли без проволочек построенные предпринимателем и хоспис для ветеранов войны и санаторий. 10% от госконтракта. Соответственно, у нас по одному госконтракту сумма была более 98 миллионов рублей. Соответственно, сумма требуемой взятки была более 9 миллионов. По другому госконтракту у нас сумма была более 57 миллионов. Соответственно, сумма требуемой взятки более 5 миллионов рублей. Разбирательство длилось целый год. За все это время ни Зиганшин, ни Жданов свою вину так и не признали. В результате, несколько часов назад экс-чиновника приговорили к 9 годам строгого режима. Его сообщник получил 6,5 лет лишения свободы. Кроме того, оба осужденных должны будут выплатить штрафы 100 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно. Почему гособвинитель в последний момент попросил более жесткого наказания, расскажем в следующем выпуске. Восемь вечера. Материал сейчас готовится к эфиру. С 1 февраля все социальные выплаты повышены на 7%. Соответствующее постановление уже подписано правительством страны. Сегодня об этом пишет федеральное издание. Документ также утверждает индексацию на 4% страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Что именно выросло, а также что осталось за бортом, Ольга Патрушева выясняла. Повышение коснулось всего, кроме материнского капитала. На 7% возросли все социальные выплаты, включая детские пособия. По оценке Минтруда такой шаг государству обойдется в 30 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году индексация составила 5%. У нас следующие виды пособия. Это единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности. И в этом году, то есть с 1 февраля 2016 года, составляет 668 рублей 98 копеек. Далее, это после того, как женщина родила, выплачивается ей единовременное пособие при рождении ребенка. Также это фиксированная сумма. С 1 февраля составляет 17 839 рублей 52 копейки. Вырос, к примеру, и размер пособия по уходу за ребенком. Минимальный за первого теперь более 3300 рублей, за второго около 6700 рублей. Также на 6,4% увеличились выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве. И теперь ее максимум почти 70 тысяч. Так как у нас ежегодно жизнь дорожает, то, соответственно, и все размеры пособия также индексируются в зависимости от уровня инфляции. Но до инфляции все равно не дотянули. Финансовые аналитики уже прогнозируют в стране 10% повышение стоимости жизни в 2016. Между тем, с 1 февраля на 4% будут проиндексированы и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, и страховые пенсии. Последний, правда, касается только неработающих. Таким образом, среднегодовой размер пенсии по старости составит 13 132 рубля. Люди могли уволиться. И у них возникнет право на с 1 февраля индексацию. И вот для того, чтобы нам охватить всех граждан индексации, мы обращаемся сейчас ко всем, чтобы они обязательно пришли в пенсионный фонд, написали заявление. С сегодняшнего дня увеличен размер некоторых областных социальных выплат. Пенсия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, теперь составляет более 4,5 тысяч рублей. Увеличена и ежемесячная региональная надбавка к пенсиям вдов и родителей погибших, героев соцтруда и кавалеров ордена, трудовой славы трех степеней. Теперь это почти 2280 рублей, а также ежемесячная областная надбавка к пенсиям героев Советского Союза. Они отныне будут получать более 6800 рублей. Ольга Патруша, Виктор Вершинев. Наше время. В Оренбуржье завтра прибудет уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Он примет участие в работе областного педагогического совета, главная тема которого – безопасность детей. Кроме того, посетит ряд учреждений в Орске, а также побывает в детском круглогодичном центре «Солнечная страна» в Сюльганском районе. Будет у детского амбусмена в Оренбуржье и еще одно мероприятие. Ранее сообщалось, что Павел Астахов наградит заведующую новопотовским акушерским пунктом Наталью Нитесову, которая принимала роды на заснеженной дороге в Квартинском районе. По сообщениям интернет-изданий, Наталью Нитесову планируют наградить медалью за заслуги в деле защиты детей России. А в среду Оренбургская область посетит еще один федеральный чиновник. С рабочим визитом к нам прибудет министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она пообщается с врачами и посмотрит, как идет строительство медицинских учреждений в Оренбурге и Орске. В Ташлинском районе 10-месячный ребенок получил серьезные ожоги лица и тела, упав на батарею. Об этом сообщает региональное управление МВД. Малышка выпала из кроватки и угодила прямо на обогревательный прибор. На раскаленном радиаторе девочка пролежала около минуты, однако этого хватило, чтобы серьезно обжечься. В дежурной части отдела МВД России по Ташлинскому району поступило сообщение с лечебного учреждения, что к ним с символическими ожогами лица и грудной клетки доставлена 10-месячная девочка. Сотрудники полиции предварительно со слов матери установлены, что ее дочь упала между кроватью и стеной на горячий отопительный радиатор. Полицейские подчеркивают, это уже не первый подобный случай. Буквально неделю назад в Кваркинском районе во сне, упав на трубу отопления, сильные ожоги лица и рук получила годовалая девочка. А в конце прошлого года в Орске, оставшись без присмотра, грудной ребенок несколько часов пролежал на батарее. В итоге девочка погибла. Правоохранители просят родителей внимательнее следить за детьми и не оставлять их одних рядом с опасными приборами и предметами. Газа нет, а долг все больше. В нашу редакцию обратилась мать четырех детей Валентина Самсонова. Всю свою большую семью женщина содержит одна в полуразвалившемся доме села Бродецкое. В 2012 году из-за задолженности размером в 20 тысяч рублей Самсоновым отрубили газ. С тех пор, по словам женщины, они готовят на электрической плите, отапливаются обогревателями. Однако парадокс в том, что каждый месяц Валентина исправно получает квитки от газовиков. Причем сумма долга за топливо, которого нет, растет в геометрической прогрессии. Екатерина Киселева сегодня побывала в холодном доме Самсоновых, изучила цифры, квитанциях и попробовала понять, как такое возможно. Так вот и живем. Вот сейчас буду деткам разогревать все, кушать. Вот чайник у нас электрический, на этой плите я готовлю. Так Самсоновы живут уже четвертый год. На кухне стужа, даже если чайник, плитка и обогреватель включены одновременно. Можно руки греть в небо. А в остальных комнатах вообще невозможно находиться без обуви и верхней одежды. Проверено на себе. Если обогревателем снабдить еще и зал, не выдержит проводка. И дом вспыхнет в пятый раз. Потому электроэнергию здесь пробуют расходовать с умом. Старательно греют. Только детскую. Вот этот обогреватель – это единственный сотник тепла в нашем доме. Мы ходим в носках, когда в теплых тапочках специальных, в куртках, в олимпиках. Но в этой комнате более тепло. А в остальном доме невыносимо было даже выходить. Шаткий дом остыл еще в 2012-м. Тогда, после серии пожаров, мать четырех детей, Валентина Самсонова, пробовала хоть как-то восстановить свою хибару. На оплату по счетам денег не оставалось. В 2012-м году была задолженность около 26 тысяч, которую я не смогла погасить. И в связи с этим приехали, отключили газ. Газ исчез вместе с теплом. Но вот парадокс. Квитки продолжали исправно приходить. И суммы в них росли. Каждый месяц мне приходят по две с чем-то тысячи. Вот две. Потом три тысячи. На 25-е число меня вызвали в суд. Вызвали в суд. Якобы по неуплате за 2013-2014-2015 год. Но разве такое возможно, спросите вы. Газовики только утвердительно кивнут головой в ответ. Они знают, откуда растут ноги у этой странной арифметики. Оказывается, отчаявшаяся многодетная мать несколько раз, цитата, «осуществляла самовольную врезку газа». Сколько топлива было украдено, решили не считать. Взыскивали по всей строгости. Мы обнаружили 16 апреля, отключили ее 9 сентября. То есть фактически год она пользовалась газом, наверное. А может быть и меньше. И у нее сейчас приходит зафиксированная сумма, вот это 43 тысячи 487 рублей, которые она должна. Плюс пеня каждый месяц меняет. Однако растет не только пеня, но и основной долг. Причем растет даже после того, как незаконные врезки были пресечены. С августа по январь месяц 2015 года у меня идет по 2 тысячи начисления. 2,77. Не надеясь на понимание, не рассчитывая на счету помощь, многодетная мать этой зимой сама выложила печь. Только вот пользоваться ею не решается. Построила печь, сын помогал, кирпичи собирала заново. Я неправильно ее поставила и один оборот здесь неправильно вывела. Теперь надо убирать все. Екатерина Киселева, Адин Мечаев. Наше время. И добавлю, что обратить внимание на свои проблемы, которые не удается решить самостоятельно, можете и вы. Номер редакции 310462. Звоните в рабочее время. Наши корреспонденты постараются разобраться. И напоминаю, с 1 февраля у программы «Наше время» меняется сетка вещания. Выпуск новостей на телеканале «Регион», который раньше выходил в 23 часа, уже сегодня будет транслироваться чуть позже, в 23.30. Время основных выпусков остается прежним. Увидеть их зрители смогут в 18 часов 30 минут и 20 часов ровно. Ну а для тех, кто пропустил новости, сообщаем, что посмотреть их можно на нашем сайте сразу после эфира. Там же можно найти объявления о трудоустройстве на работу. Пока это все. Следите за новостями на телеканале «Регион» и оставайтесь в курсе событий. Увидимся еще в 8 вечера. До встречи!